Здравствуйте, дорогие друзья и наши гости! Вы на канале LM London и с вами Лидия. Если вам нравятся наши прогулки по Лондону, подписывайтесь на наш канал. Сейчас мы с вами находимся на площади Сент-Джон-Смит и в самом центре находится красивая церковь, получившая название по имени тогдашнего владельца этого участка земли, Хенри Смита, бывшего в то время одним из казначеев церкви. В годы правления королевы Анны был принят акт о строительстве 50 новых церквей в связи с ростом численности населения в районах, прилегающих к сити. Великолепная церковь святого Иоанна Богослова была спроектирована архитектором Томасом Арчером в рамках комиссии по строительству 50 новых церквей 1710 года. Церковь святого Иоанна была самой сложной из всех. Строительство длилось 14 лет и обошлось в 40 875 фунтов стерлингом. Сегодня это примерно 5.2 миллиона фунтов стерлингов. Церковь святого Иоанна Богослова считается одним из лучших образцов английского барокко. Она украшена четырьмя угловыми башнями и ломаным фронтоном. Необычные архитектурные формы здания, созданные, чтобы предотвратить проседание сооружения на болотной почве. Бытует легенда, что столь необычную форму церковь получила из-за того, что королева Анна, делая заказ на новую церковь, нечаянно ногой опрокинула скамеечку и сказала, да будет так. Ее конструкция представляет собой греческий крест с квадратами по углам. Северному и южному фасаду монентальности придают тосканские колонны, которые стоят наверху ступенек и поднимаются к лунному фронтону. С обеих сторон они окружены высокими башнями, а к ним по диагонали пристроены небольшие колонны. И в восточном и в западном пределе прослеживается один основной мотив. Это большое венецианское окно. В свое время Чарльз Диккенс высмеял ее, сказав, что это окаменевший монстр, огромный и пугающий, лежащий на спине с задранными ногами. Более 200 лет церковь святого Иоанна Смита служила духовской церкви, хотя и без инцидентов. В 1742 году крупный пожар привел к обширной реставрации и модификации конструкции Арчера. В 1815 году в церковь ударила молния, в результате чего башни просели, а в начале 20 века она стала целью заговора суфражисток. По иронии судьбы, в 1928 году в церкви прошли похороны Эммелин Панкхерст. Возможно, предвещая будущую музыкальную жизнь площади Сент-Джен-Сминт, в сентябре 1901 года здесь поженились Эдит Хокке и Роберт Бриттен. 12 лет спустя у них родился сын Бенджамин, который, будучи взрослым, записывался здесь с хором мальчиков Возможно, самой драматической ночью в истории церкви Сатова Иоанна Богослова было 10 мая 1941 года, последняя ночь Блица, когда прямое попадание бомбы в прямом смысле распотрошило церковь. После войны церковь в течение 20 лет была руина. Поговаривали о том, что даже превратить это место в автостоянку, именно это побудило местных жителей под руководством Леди Паркер из Уоддингтона, собрать средства для покупки участка и поручить маршалу Сиссону провести реставрацию по первоначальному проекту Арчера. Работы велись с 1965 по 1969 и когда были завершены, площадь Святого Иоанна Смитта возродилась как один из лучших концертных залов Лондона. Главным предметом восстановки здесь является орган, который был сделан в 1993 году фирмой Иоганнес Клайс, но корпус органа был выполнен английскими мастерами в 1734 году и великолепно сочетается с интерьером церкви. Сегодня здесь проходят выступления сольных певцов, камерных оркестров, хоровых коллективов и современных популярных артистов. Концертный сезон начинается в сентябре и длится до июля-августа каждый год. Рядом с церковью находится бар-ресторан, в котором расположилась выставка исторических фотографий храма. Здесь же находится вход в церковный склеп. Сейчас, когда церковь исполнилась 304 года, площадь Сент-Джон-Смитт продолжает расти и процветать, как оживленный концертный зал, величественное здание, звучание прекрасной музыки в безмятежной городской обстановке. Сэр Хью Кассен так сказал о соборе Святого Иоанна. Просто встретить его на этой тихой площади – это уже событие. Войти в него, насладиться его пространством, послушать прекрасную музыку в его стенах – это несравненный опыт и дань уважения человеку, создавшему его. Напоследок, по традиции, анекдот. Помнишь, мы слушали музончик такой четкий сначала? Второй фортепианный концерт Рахманинова? О, да, точняк!